Звездное небо За пределами нашей планеты существуют триллионы новых миров, миллиарды звезд и галактик, и вообразить себе масштабы космоса не представляются возможным в ближайшем будущем. Космос прекрасен и ужасен одновременно, но именно там человечество ждут не только величайшие открытия в истории, но и самые опасные. И прежде чем отправиться в космическое путешествие и колонизировать другие миры, человечеству предстоит придумать, как защитить свою цивилизацию и родную обитель, планету Земля. Ведь за долгое время существования планеты, которой около 4 миллиардов лет, она уже не раз подвергалась разрушительным космическим атакам, которые истребляли все живое на своем пути. И имя ему — астероид. Космический странник 66 миллионов лет назад, во времена процветания динозавров на небосводе нашей планеты, появился космический странник размером около 10 километров. И то, что случилось дальше, может присниться только в самых страшных снах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Небольшое небесное тело Солнечной системы, движущиеся по орбите вокруг Солнца. Субтитры создавал DimaTorzok Но также метеоритом называют еще и любое космическое тело, которое упало на поверхность Земли, и неважно, кем он был по жизни за пределами нашей планеты. А еще, как вы знаете, есть такие тела, как кометы, и разница между ними и астероидами в составе. Астероиды состоят из каменистых и металлических пород, а кометы в основном изо льда, как из сердца моей бывшей. Поэтому у них и есть хвосты, так как по мере приближения к Солнцу лед начинает таять, и за ним образуется газопылевой хвост. Итак, вернемся к нашим астероидам. По данным Центра малых планет на 2017 год было обнаружено в Солнечной системе 739 062 астероида. Но не стоит спешить писать завещания и пускаться во все тяжкие. Во-первых, их траектория отслеживается, и в случае угрозы мы будем знать об этом, ну или не знать. Зависит от того, в какой стране вы живете. А во-вторых, по некоторым подсчетам, крупные астероиды, которые могут нанести катастрофический ущерб, падают на Землю примерно раз в 100 миллионов лет. А большинство из них, что намного меньше по размерам, сгорают в атмосфере, не достигнув поверхности. Так что у нас в запасе есть еще пара миллионов лет, и можно смело расслабить свои драгоценные булочки. Тем более, что у астероидов Солнечной системы есть постоянные орбиты, и им незачем ее нарушать, ведь мало кому нравится выходить из зоны комфорта. В Солнечной системе существуют два пояса астероидов. Пояс Койпера, который находится, начиная от орбиты Нептуна и дальше от Солнца, пока еще мало изучен, поэтому мы переместимся между орбитами Марса и Юпитера, где находится пояс астероидов, который так и называется «пояс астероидов». С названием особо не парились, как и с моим именем. Ввиду малых размеров астероидов, наблюдать их с помощью телескопов и другой наземной аппаратуры крайне тяжело. Даже выведенный на орбиту телескоп «Хаббл» недостаточно мощный для их изучения. Только находясь в непосредственной близости от этих тел, можно провести нужные исследования и затем передать результаты на Землю. Именно такая целенаправленная миссия была возложена на космический аппарат «Даун». Миссия аппарата «Даун» — достичь астероида Веста и карликовой планеты Церера, которые располагаются в поясе астероидов, с чем он и прекрасно справился. Самым крупным объектом в поясе астероидов является Церера. Его диаметр составляет 946 километров, в то время как у Луны — 3474 километра. Но Церера с недавних времен относится не к астероидам, а к карликовым планетам. Это небесное тело, которое имеет достаточную массу для того, чтобы под действием сил гравитации поддерживать сферическую форму. Но карликовая планета не может быть спутником. Также карликовая планета не является полноценной планетой, так как еще не очистила свою орбиту от более мелких объектов. Но у Церера все еще впереди. И поэтому статус самого крупного астероида Солнечной системы переходит к астероиду Веста. Его диаметр — 525 километров. Веста, как и Земля, состоит из горных пород. У нее даже имеется железное ядро. То есть этот астероид имеет все шансы стать карликовой планетой в будущем, если ей повезет поглотить побольше мелких объектов. Вот такой вот суровый космос. Ну а далее нас ждет самый интригующий астероид, который прилетел к нам из другой звездной системы. 19 октября 2017 года наземный телескоп в Гавайях «Пен Старс» обнаруживает нечто странное. Объект, который двигался с нестандартным ускорением. Объект имел вытянутую форму длиною в 230 метров. А скорость менялась от 26 до 87 километров в секунду. И что самое интригующее, этот космический гость прилетел из межзвездного пространства. Это первый межзвездный гость в истории космического наблюдения, и вероятная область вылета находится в окрестностях звезды Вега, созвездия Лиры, которая находится от нас в 25 световых годах, и ее видно ночью невооруженным взглядом. Кстати, Вега стала первой звездой после Солнца, которая была сфотографирована. Итак, кем же оказался наш загадочный гость? Очевидно, что это не космический корабль инопришеленцев, а межзвездный астероид, который пролетал сквозь нашу Солнечную систему. И название ему Оумо-Моа. За астероидом наблюдали 34 дня и выяснили, что объект никогда не был связан гравитационно с Солнечной системой и является межзвездным объектом из-за большой начальной скорости. А также в ходе наблюдений за астероидом в 2017 году выявилось, что объект представляет собой еще и кометоподобное тело, имевшее ледяную поверхность до подлета к Солнцу. После подлета к Солнцу лед начал таять, и выбросы летучих веществ повлияли на ускорение движения астероида, поэтому и такой большой диапазон в скорости. Предполагается, что этот объект был выброшен из своей родительской звезды сотни миллионов лет назад и обречен странствовать в одиночестве до скончания веков. Но после месяца наблюдения наш путешественник продолжил свой путь самурая, и мы уже никогда его больше не увидим. А вот еще несколько захватывающих космических фактов. Первая мягкая посадка на астероид под названием ЭРОЗ была осуществлена в 2001 году зондом НИР Шоумейкер. После этого зонд передавал данные на Землю еще около двух недель. В 2014 году был запущен японский зонд Хаебуса-2. С целью добраться до околоземного астероида Рюгу диаметром 920 метров и взять пробу с поверхности астероида. В 2018 году была совершена успешная посадка модулей, а уже в следующем году сам зонд осуществил мягкую посадку на поверхность. После того, как зонд забрал пробы с астероида, он отправился обратно на Землю, и дорога заняла около года, и в 2020 году капсула с пробами астероида Рюгу была сброшена над территорией Австралии. Сам зонд Хаебуса-2 заходить в земную атмосферу не стал, а отправился в расширенную миссию навстречу новым приключениям. Исследователи проанализировали образцы астероида Рюгу и обнаружили урацил – одну из информационных единиц РНК. РНК – это одна из трех основных макромолекул, которые содержатся в клетках всех живых организмов. Так зачем же ученые так интересуются астероидами и посылают космические зонды для их изучения? Во-первых, наблюдение за объектами, которые могут уничтожить живое на планете, само по себе уже является приоритетной задачей, и в случае чего человечество сможет заранее отреагировать на потенциальную угрозу. А во-вторых, многие астероиды являются ровесниками самой Солнечной системы. Причем, если планеты и планетоиды эволюционируют, изменяются, то астероиды в большинстве случаев остаются такими же, какими они были на заре существования. Таким образом, если понять, из чего состоит астероид, можно получить представление о том, из чего формировалась Солнечная система, ее планеты и спутники планет. Возможно, все это поможет в конечном итоге выяснить, как появилась сама жизнь. Только космос способен предоставить все ответы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова